Приветствую вас на канале Notic! Вы часто просили в комментариях, чтобы мы сделали обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 15 второго поколения. И угадайте, что? Вот он! Это новая модель на базе актуального на середаконец декабря процессора Intel Tiger Lake. Давайте я вам о нем расскажу. Корпус ноутбук, по большей части, сделан из серого пластика, за исключением крышки дисплея. Она у нас алюминиевая. У клавиатуры есть диодная подсветка. Клавиатура, кстати, закреплена хорошо. Не ходит волнами, когда вы набираете текст. В принципе, очень приятная отдача. Очень похожа на ту или идентична той, которая в моем IdeaPad 5-14 установлена. Что касается портов, здесь вообще никаких нареканий нет. У нас есть отдельный Thunderbolt 4, есть USB-C. Оба, соответственно, эти порта с полной функциональностью. Также есть два USB 3.2. Ну, придраться просто невозможно. Давайте поговорим о дисплее. Его диакональ 15-6 дюйма. Разрешение Full HD. Это IPS-like матрица. Точнее, IPS-like. Это именно IPS-матрица, потому что она произведена компанией LG. Правда, сам по себе матрица здесь не очень. Она имеет 54% с того охвата по пространству sRGB и яркость всего 250 нит. Ну, в принципе, для бизнес-латопа это окей. Над экраном есть камера, которую можно закрыть физической шторкой. А если не закрывать, то можно записать вот такой тест веб-камеры. Тест встроенной камеры микрофонов. Камера хорошая. Мне очень нравится. Четкость и так далее. На улице пока еще темно. Здесь горит свет. Меня видно хорошо. Задержка небольшая присутствует, но буквально там миллисекундочка, может полторы миллисекунды о микрофонах судите сами. Но мне камера, правда, очень и очень нравится. Ну, а что касается его характеристик, можете посмотреть их на экране. Отдельно скажу то, что 8 гигабайт оперативной памяти у нас установлен в эндоканальном режиме. Точнее, не установлен, а распаян на материнской плате. У нас есть еще один свободный слот. Кстати, вот он. И SSD-накопитель вот с такими вот у нас скоростями есть. И есть место еще под один SSD-накопитель на материнской плате. Ну, на этом все. А теперь переходим мы к бенчмаркам. Смотрите, наслаждайтесь. На самом деле, здесь Intel Core i7 показывает на удивление высокие результаты. Там даже в том же SignBench под 900 баллов. Это довольно много для низковольтника Intel. Мы привыкли, что они под нагрузкой, ну, не очень хорошо себя чувствуют, если только им не дали дополнительного питания. А вот дали ли им дополнительного питания свыше номинальных 15 ватт TDP, мы сейчас и узнаем. Итак, для начала Corona 1.3, бетчмарк на рендеринг. И тут мы видим то, что ноутбук справился за 4 минуты и 17 секунд со средней частотой 3.5 ГГц, что, в принципе, окей. Для такого ноутбука не очень высокая частота, да, далека от максимального трубобуста, но, в принципе, неплохо. Посмотрим, что происходит, когда мы запускаем AIDA64 и тестируем только процессор. Средняя частота у нас понижается до 3.3 ГГц, температура держится на уровне 82-83 градусов, а потребление у нас где-то на уровне 27-30 Вт. То есть, да, он разогнан по энергопотреблению, ну, потому что я все тестировал на режиме энергопитания в Lenovo Vantage максимальная производительность. Если поставить просто оптимальное, то будет примерно на 10 Вт меньше, при этом немножко будет ниже частота. Ну, незначительно, там где-то 100 или 150 МГц, поэтому я не стал делать отдельные тесты для этого. Если мы запустим параллельно еще и графику, то у нас частота падает чуть ниже штатных, то есть, получается 2.4 ГГц и прогревает все дело до 70 градусов. Да, этот ноутбук, если загрузить процессор и графику, работает не очень, и это можно последить на том как бы футаже из как бы Fortnite, то, что я сделал. Проблема в том, что да, это у вас не замерзшая картинка, это вот так вот почти все игры запускались у меня на этом ноутбуке, то есть никак. Очень много фризов, играть невозможно вообще, неважно в каких драйверах вы это делаете, на те, которые уемные от производителя или если скачать от Intel. То есть, графика у меня здесь нормально не работала, хотя мы видели на примере Lenovo Ideapad 5-14, ссылка в описании. Или я даже делал тесты GTA 5 в MSI Summit E14, ссылка также будет в описании, можете посмотреть. Там встроенная графика работала великолепно. Здесь, ну, так не получилось. Я не знаю, с чем это связано, возможно, мы ждем новых обновлений BIOS или новое обновление графики. Ну, на данном этапе поиграть на ноутбуке нельзя. Но все, что касается производителя процессора, нареканий никаких нет. Переходим к времени автономной работы. Здесь установлен аккумулятор на 45 ватт часов, и я его тестировал таким образом. Я в браузере Microsoft Edge поставил Full HD роликов на YouTube, поставил режим энергопитания, улучшенная батарея в винде, энергосберегающий режим в Lenovo Vantage, поставил яркость дисплея на 80%, отмерил 3 часа. На удивление, этот ноутбук проработал очень мало. То есть в прошлое 3 часов у меня осталось 48% заряда аккумулятора, и это мало. То есть даже в районе 6 часов он всего проработал, хотя я ожидал, что он будет работать где-то хотя бы 7. Потому что все-таки это рабочий ноутбук предполагает, что он должен при работе с документами продержаться целый рабочий день. А это 7,5-8 часов. Кстати, официально заявлено для этого ноутбук как раз до 6 часов времени автономной работы. Ну, примерно так и получается. Так вот, что же можно сказать о ноутбуке Lenovo ThinkBook 15 второго поколения? Ну, на данном этапе он вызывает довольно смешанные эмоции, потому что он стоит на момент записи обзора, это 20-е число декабря, 75 тысяч рублей. Я бы за эти деньги лучше купил ThinkPad E15 второго поколения на базе процессора AMD. Кстати, обзор на него находится в описании. Там и клавиатура поприятнее, и производительность повыше, и в принципе мне он кажется просто интереснее как таковой. Этот ноутбук я бы посоветовал тем, кому не нравится этот ноутбук, потому что здесь есть все те же самые фишки, что у ноутбук, но более простой, consumer-like, скажем так, корпус. Но мне кажется, что этот ноутбук стоит излишне дорого, хотя здесь и установлен процессор Intel Core i7, а к производительности нареканий нет. Ну, покупать его или нет, само собой, вы решаете сами, но напишите, что вы думаете об этом ноутбуке в комментариях. Большое спасибо за просмотр и до свидания.